меня зовут ирина я работаю в компании табло я консультант по продуктам табло и как мы в принципе что мы любим делать когда мы рассказываем про наш продукт это не показывать миллион слайдов кто мы такие зачем мы это делаем а это просто показать вас наш продукт чтобы сами увидели в чем в чем заключается как бы сила табло ну и давайте я начну с того что батыр уже вам коротко рассказал про то какие продукты есть какие продукты мы предлагаем это один из примеров того что можно создать табло это готовый отчет а опубликованные табло сервер то есть табло сервер это тот портал грубо говоря где ваши конечные пользователи заходят и смотрят готовые отчеты это не просто какая-то картинка каждый ваш пользователь имея если вы дадите ему права на это может воспользоваться интерактивной частью этого отчета например мои пользователи хотят смотреть только на ту категорию продуктов которые интересны я даю им эту возможность либо выбирать там какие-то элементы на карте и фильтровать по именно по тому городу на который я смотрю опять же я даю своим пользователям такую возможность я повторюсь это только один из примеров достаточно такого базового отчета который можно создать в табло и это конечный результат как бы вашего анализа но а мы считаем что в табло вся сила наша это не в тех отчетах которые вы создаете в результате а это каким образом вы создаете отчеты какой путь вы проходите чтобы достичь этого результата и чтобы вы сами сегодня убедились что табло это в первую очередь это легко это быстро что вам не нужно иметь никаких технических навыков особых чтобы создавать интерактивные отчеты я сейчас на ваших глазах попытаюсь вас создать практически точно такой же отчет буквально за 15 минут а для этого я воспользуюсь табло десктоп то есть табло десктоп как батыр уже вам рассказал это продукт в котором вы это продукт для разработчика отчетов то есть вы подключаетесь к вашим данным и а стройте визуализации проводите анализ и так далее и в первую очередь давайте вам расскажу быстро что мы будем сегодня анализировать а я хочу посмотреть я буду играть роль работника ритейл организации я хочу узнать что происходит в моей организации как у меня обстоят дела с прибылью с продажами а в различных категориях продуктов по городам и так далее и конечно для этого я воспользуюсь а продуктом табло а в первую очередь мне нужно подключиться к моим данным давайте посмотрим что табло предлагает для подключения к данным мы у нас табло есть более 40 встроенных подключений то есть это начиная от каких-то файловых источников про самых простых как excel файлы csv базы данных кубы какие-то веб источники допустим я уверен что многие из вас знакомы с google аналитикой или любым к любому из этих источников вы можете подключаться табло каждый из них оптимизирован именно для работы с табло но для демонстрации для сегодняшней я пойду по простому пути подключусь просто к документу excel как видите подключение занимает буквально секунду табло прочитала посмотрел мой документ посмотрел мои данные увидела что у меня в документе два листа и показывает каждый лист как отдельную табличку что я могу сделать я могу просто все в табло все делается перетягиванием я перетягиваю одну табличку подключаюсь к ней я могу объединить несколько табличек вместе то есть возьму вторую табличку опять же я перетяну и настрою по какому полю я могу соединить эти таблички каким образом давайте подключимся пока к одной также в табло мы предлагаем вам выбрать вариант подключения к вашим данным можете подключаться с помощью режима live живое подключение то есть табло будет напрямую с каждым запросом обращаться ваш источник данных либо вы можете выбрать подключение в режиме экстракт то есть табло создает как бы слепок ваших данных сохраняет его у вас на вашей машине и уже обращаться будет вот именно к этому своему документу в своем формате tablo data extract этот подход очень популярен если у вас допустим не очень быстро не очень производительная база данных и вы можете настроить обновление этих экстрактов настолько часто насколько вам надо ну сейчас я уже вижу свои данные я к ним подключилась я хочу начать анализ давайте начнем смотреть что происходит с нашими данными а я перехожу на рабочую поверхность табло то есть это то место где я уже буду проводить свой анализ если вы видите слева табло уже посмотрела на все мои данные то есть это каждая из этих полей это отдельная колонка в моем источнике и табло уже распределила их на dimension что значит категории то есть это какие-то категории данных регион название продукта имя клиента так далее и measures что означает меры то есть это какие-то то что мы можем посчитать измерить сделать суммы то есть какие-то продолжительные количественные данные ну мой первый вопрос к моим данным а какие как у меня обстоят дела с продажами что мне нужно для для этого сделать в табло в принципе ничего мне нужно просто взять мои продажи и перетянуть их на мой а вид табло агрегирует мои данные изначально и показывает не общее количество продаж которым есть в источнике хорошо я вижу общее количество продаж а в каких же категориях продуктов эти продажи происходили давайте посмотрим перетягиваю категорию продуктов я отсортирую не вижу что категория мебель генерирует наибольшее количество продаж я хочу более детальный вид получить я хочу узнать а в каких же каждом конкретном продукте что как приду идут дела я возьму свой продукт перетяну его и вижу как как обстоят дела в каждом конкретном продукте давайте добавим прибыль чтобы узнать а насколько прибыль на каждое из этих продуктов я ставлю прибыль на цвет я не выбираю какими цветами я хочу показать свою прибыль табло виде что мне есть отрицательные значения положительные значения и выбирает для меня красно-зеленую гамму исходя из тех значений которые есть моих данных и я сразу наглядно вижу где у меня проблема что мобильных телефонах у меня отрицательная прибыль мне надо разобраться что там происходит давайте сфокусируемся на этом кусочки данных я могу выбрать этот кусочек и углубиться извините вплоть до каждой конкретной транзакции посмотреть все данные которые лежат в основе этого маленького кусочка я могу экспортировать их сохранить себе на на мой компьютер и допустим отправить коллегам чтобы они уже разбирались с этим списком неприбыльных транзакций давайте посмотрим что же возможно в плане визуализации как вы наверное заметили я пока не ничего не настраивала как мне визуализировать данные я не думаю об этом табло решает показа меня он видит что я смотрю на категории что я смотрю на продажи и наверное наиболее оптимальный вариант визуализировать с помощью столбцов но я хочу посмотреть а что же есть еще для этого открою панель show me панель show me показывает все варианты визуализации которые доступны в табло опять же если вы не уверены а какой же вариант подходит мне с моими данными табло уже подсветила мне только те варианты которые я могу использовать исходя из выбранных данных например давайте посмотрим как это будет выглядеть я хочу посмотреть в таком виде могу смотреть в виде крышков видит время либо если я хочу вернуться к моему первоначальному варианту как я у меня было виде столбцов я могу сколько угодно раз нажать кнопку назад то есть даже если что-то идет не так мне не нравится как выглядят мои отчеты это меня не пугает абсолютно я знаю что в любой момент я всегда могу вернуться к первоначальному варианту мы давайте назовем этот кусочек нашего анализа анализ анализ продуктов и будем двигаться дальше и смотреть что же происходит у нас других частях бизнеса следующий мой вопрос к моим данным так как я работаю с разными регионами россии с разными городами я хочу узнать что же происходит на организации в каждом из этих городов я хочу это видеть наиболее наглядно то есть наверное если мы говорим о географии это будет на карте опять же в табло карты создавать очень легко и сейчас вы можете в этом убедиться давайте посмотрим какие города в таких городах я я имею продажи а я просто выбираю свой город табло наносит мне на карту все города которые у меня есть моем источнике то есть я вижу где где у меня есть бизнес но я хочу знать больше я хочу знать сколько я продаю в каждом из этих городов давайте возьмем продажи и посмотрим сейчас табло показывает мне по размеру кружочков где у меня больше всего продаж верное чего и следовало ждать больших городах у меня в принципе сконцентрированы более-менее мои продажи например москве санкт-петербурге и так далее чтобы еще больше информации сюда добавить взять еще более информативно и наглядно я возьму еще и прибыль сюда добавлю можно очень легко отформатировать чтобы было легче видно каждый из этих кружочков и сейчас я начинаю уже получать какое-то представление что происходит мы видим что в целом на более-менее зелененькие кружочки то есть прибыль везде положительная но есть участки отдельные в городе например владимире архангельске где у нас кружочки красные соответственно там какие-то проблемы с прибыли хорошо опять же возникает вопрос почему да может это какая-то отдельная категория продуктов влияет на количество прибыли давайте узнаем возьмем категорию продуктов и посмотрим что же происходит в каждой из них я могу просто переключать и смотреть хорошо бытовой техники все более-менее неплохо идет в мебели проблем уже больше нескольких из этих городов и опять же мой конечный пользователь когда будет смотреть на эти визуализации тоже сможет сам выбирать те данные на которые он хочет смотреть ту категорию на которую он хочет смотреть давайте переименуем это назовем география и будем двигаться дальше так как я увидела уже что у меня есть определенные проблемы с прибылью я хочу знать а давно ли это происходит как долго длит для для эти проблемы все хочу провести какой-то анализ по времени мы посмотреть на свою прибыль давайте посмотрим на прибыль и разобьем ее по по датам когда разбиваю по датам табло изначально агрегирует не мои данные на самом высоком уровне то есть моем случае это по годам и я вижу что в принципе из года в год у меня устойчивый рост прибыли идет это очень хорошо но если я хочу посмотреть допустим на более детальный вид я могу разбить это на на более мелкие участки по дням вплоть до секунд давайте разобьем допустим на квартал и посмотрим что происходит в каждом квартале и на месяца сейчас я вижу что в принципе у меня в каждом из месяцев прибыль была положительная но есть и несколько участков где прибыль отрицательная я могу добавить среднее и опять же наглядно видеть как из года в год у меня растет моя прибыль также что подход который мы используем с подход перетягивания данных он позволяет вам находить разные варианты как смотреть на ваши данные как проводить ваш анализ давайте наглядно посмотрим что можно сделать допустим я возьму свой год просто перетяну его на цвет уберу допустим среднее и а я уже вижу данные совсем в другом виде то есть я вижу каждый год могу подсветить и посмотреть что же происходит в каждый конкретный год в каждом месяце либо поставить допустим год рядом с месяцем и вижу что как менялась моя прибыль в каждом из месяцев из года в год буквально одним щелчком я могу посмотреть не просто смотреть на прибыль а допустим давайте посмотрим на нарастающий итог прибыли я вижу добавлю добавлю лейбл давайте посмотрим какая максимальная прибыль у меня оказалась в моем 2015 году я вижу что начиная с 45 тыс 2011 мы дошла до 3-4 почти миллионов 2004 в конце 2014 года я могу двигаться дальше и допустим проанализировать а что же как это прибыль росла зависимости от сегмента продаж я возьму сегмент и посмотрю в таком варианте по сегментам опять же могу подсветить вижу как прибыль росла в корпоративном сегменте что она мне самая высокая оказалась в конце концов либо допустим малый бизнес рос не так быстро ну и наверное последний вопрос которые задам к моим данным я сейчас смотрела как бы более общие какие-то более оправдил более общий анализ по продуктам по категориям во времени сейчас я хочу углубиться и посмотреть вплоть до каждого конкретного клиента что происходит давайте возьмем прибыли продажи и разобьем это по клиентам каждого по каждому клиент который есть у меня в источнике и принципе я уже вижу что больше больше основные все мои клиенты сосредоточены в районе маленькой прибыли маленьких продаж а но есть и очень такие интересные клиенты допустим клиент вот здесь вот генерирует мне очень много продаж очень много прибыли наверное мне стоит как-то на нем сфокусироваться и дальше с ним работать либо я посмотрю вот в этой зоне эти люди достаточно имеет большие продажи но почему-то отрицательная прибыль то есть не надо разобраться почему я трачу может много денег на их привлечения и так далее почему почему прибыль отрицательными с этими клиентами и а также я могу узнать в каких сегментах находится каждый из этих клиентов давайте посмотрим могу поменять свою визуализацию с такой на допустим кружки на квадратики вы можете форматировать как вам нравится в принципе набор вариантов не ограничен и а сейчас я могу подсветить и вижу что корпоративным сегменте достаточно большой разброс а допустим малый бизнес сосредоточен более маленьких значениях ну и сейчас я посмотрела на мои прибыль на и на прибыли продажи с разных абсолютно углов то есть категориях в географии а посмотрела на каждого клиента все хорошо я я получила представление что происходит но сейчас это как бы отдельные кусочки моего анализа которые я хочу соединить вместе давайте посмотрим как это можно сделать в табло я открою для этого что в табло называется дашборд то есть что такое дашборд это просто то место где вы соединяете разные вот эти вот элементы вашего анализа давайте назовем его допустим анализ продаж сейчас это пустой лист который я могу заполнять как мне нравится разными элементами допустим я поставлю карту возьму посмотрю на клиент на продажи во времени на прибыль за нити посмотрю на каждого клиента ну и добавлю может продукты здесь я могу форматировать это сколько угодно добавлять элементы убирать элементы допустим я не хочу знать что у меня как у меня легенда продаж не хочу видеть я могу ее убрать набор вариантов здесь не ограничен все зависит только от вашей фантазии от вашего желания сделать это все красиво ну сейчас я сфокусируюсь больше наверное на другом мне важно чтобы это были не отдельные кусочки анализа чтобы они разговаривали между собой давайте посмотрим сейчас если я хочу допустим выбрать элемент на карте и посмотреть что происходит во всех остальных элементах моего отчета я буквально одним щелчком скажу табло чтобы он использовал этот элемент как фильтр и теперь я посмотрю допустим на екатеринбург и вижу что происходит именно в екатеринбурге в плане она продаж продуктов какие клиенты там есть и так далее и сейчас когда я более-менее закончилась своим анализом моя как бы последняя задача это поделиться этим с моими коллегами чтобы они тоже могли видеть данные и проводить какой-то уже свой анализ смотреть на те данные которые им интересны для этого я опубликую это на табло сервер давайте посмотрим я просто захожу на табло сервер и табло предлагает мне выбрать здесь несколько вариантов допустим в какой проект я опубликую это эту визуализацию могу ее переименовать также могу выбрать опубликовать ли мне все элементы то есть каждый листочек либо например только последний мой финальный отчет мой дашборд и теперь я могу нажать опубликовать и буквально несколько секунд табло говорит что мой отчет уже на сервере давайте откроем его в браузере посмотрим как это выглядит то есть вот тот отчет который мы создали буквально только что а мы пользователи уже могут заходить и смотреть все последние обновления что что я создала как как разработчик отчетом и хочется еще отдельно обратить внимание что это было для того чтобы пользоваться табло сервером вашим пользователям не надо абсолютно ничего устанавливать на свое рабочее место все что надо это зайти в браузер ввести а имя сервера то есть как url и перейти уже смотреть отчеты в браузере а здесь сохраняется вся интерактивность я также могу выбирать допустим элементы на карте и помимо этого в зависимости от того какие права вы дадите своим конечным пользователям они также могут здесь сделать несколько других действий например можно подписаться на каждый отчет то есть на мой email будет приходить этот отчет по определенному расписанию которая сама могу выбрать и настроить или буду видеть уже последние обновления у меня моем почтовом ящике я могу экспортировать этот отчет виде картинки допустим ставить в свою презентацию виде pdf отправить это каким-то моим клиентам коллегам либо в виде данных то есть csv либо excel и также что как бы очень такая популярная функция табло сервера для того чтобы вашим пользователям проводить какой-то быстрый дополнительный отчет делать быстрые изменения уже в имеющихся отчетах они могут воспользоваться онлайн редактированием то есть я просто в браузере перехожу в режим редактирование как вы видите интерфейс здесь очень напоминает интерфейс табло desktop многие функции также сохраняются я могу добавить какие-то данные убрать какие-то данные может поменять цветовую гамму форматирование и так далее и могу это сохранить либо как новый отчет сохранить как либо поверх старого отчета опять же все зависит от того какие права вы дадите каждому комплектному пользователю ну и когда я завершила свой анализ я могу вернуться опять к моему отчету также заключение хочу вам показать наш сайт и обратить ваше внимание если вы хотите сами то есть мы считаем что лучший способ понять вообще зачем использовать табло и как она работает это скачать сами мы ничего от вас не прячем то что мы вам показываем все то же самое вы будете делать сами в вашей версии табло вы можете скачать бесплатный реальную версию на две недели на нашем сайте